Здравствуйте, это канал Дикий Лайв. Меня, соответственно, зовут Виталий Дикий. Большое спасибо, что вы с нами. Спасибо, что подписываетесь. Пожалуйста, делитесь этим видео. Как всегда, мне кажется, резонансная тема, актуальные, интересные гости. С большим удовольствием представляю моего сегодняшнего собеседника. Собеседника это Олег Стариков, военный эксперт. Олег, добрый вам день. Добрый. Как всегда, начнем с резонансных событий. В Украине расследуется уголовное дело о причинах быстрого захвата России в значительной части юга страны, по которому проходят украинские военные, притом такие знаковые, известные украинские военные. Я говорю о генералитете. В том числе, насколько я знаю, СМИ пишут о том, что в рамках этого дела было несколько допросов господина Залужного. Что вообще происходит? И почему мы называем эти фамилии? Я не буду продолжать, но в любом случае это первый эшелон военного кабинета. Как это можно объяснить? В принципе, во время ведения войны, войны российско-украинской войны, главком, который отвечает за войну, его вызывают и допрашивают какие-то гражданские следователи или следователи, кто там такие. Но, во-первых, это делать нецелесообразно. Это делается всегда после окончания войны. Он ведь никуда не денется, правильно? Второе. Если за каждую линию, за каждый участок всегда отвечает какой-то командующий. Ну, командующий оперативным направлением. Ну, если раньше были округа, сейчас у нас оперативные команды. Я что-то не помню, что генерал Залужный был командовал южным оперативным направлением. Он был главкомом, правильно? А генерал Шапталах был начальником Генштаба. За этот был конкретный генерал. Поэтому они никакого отношения к этому... Нет, в принципе, главком отвечает за все. Но, я так понимаю, идет разбор, почему не было оказано никакого вооруженного сопротивления. Но для того, чтобы было оказано, надо просто поднять боевые распоряжения, боевые документы. Они все есть. Если следователи не допущены за секретных данных, ну, дайте им допуск, получите допуски, читайте документы, там все написано. И третье. Я так вижу, это больше политическая составляющая, чем уголовная. Потому что само по себе все это как-то странно и вдруг возникло из ниоткуда. Я так понимаю, оно возникло ниоткуда и идет никуда. Поэтому процесс ради процесса, а большому сожалению, у нас уже в течение 30 лет, с времен 91-го года обретения Украины и независимости, всегда есть правоохранительная система, использовалась в политических целях. Большому сожалению, это так. Мы сейчас об этом поговорим, но я хотел бы все-таки сказать, что информацию, то, о чем мы сейчас рассуждаем, я беру не с каких-то левых, да, там, сайтов, соцсетей и так далее, это официальная информация от украинской службы Би-Би-Си. Они говорят о том, что следственная группа государственного бюро расследования и службы безопасности Украины уже допрашивала Валерия Залужного, его заместителей и других фигурантов, высокопоставленных генералов. Ну, понятное дело, что в этой истории должен фигурировать и Баканов, почему-то за больше 550 дней прошло, а насколько я понимаю, он сейчас свободно работает адвокатом и не имеет дела с правоохранительными структурами по этому поводу. Удивительно, это правда, требует определенного умственного напряжения, чтобы объяснить, почему именно так. Но я о политической стороне вопроса. Многие аналитики считают и разделяют вашу точку зрения. В общем, Зеленский и его окружение очень ревностно относятся к Залужному, так как рейтинг Залужного, хоть социологи их и немного уменьшают, но у него достаточно высокий. Он прям мой конкурент на возможных выборах Зеленскому. Так в этом проблема или в чем-то другом? Ну подождите, всегда во время войны рейтинг главкома, он всегда высокий. Берем Вторую мировую войну. Генерал Эденхауэль, 5-звездных генералов. У него рейтинг был намного выше, чем у президента Розуги. Это так оно и есть. У Черчилля и главком командующий, сейчас вылетело из головы, я сейчас помню, кто. То же самое рейтинг был очень высокий у того генерала, у того же самого Черчилля и Звездочного. В бывшем Советском Союзе маршал Жуков, маршал Малиновский, Рокоссовский. У них рейтинги намного были выше Сталина. Потом что Сталин сделал, да? Мы же помним по истории, что Сталин... Да, отправил командовать Одесским округом. Да. Так вот, знаете, вот это все как-то накладывается. Если человек имеет знания какие-то, он что-то читал, в школе хорошо учился, в институте хорошо, ну, в военном, я лично как я, я в военном учебном заведении. Потом занимался самообразованием, потом в академиях повышал свой уровень. Поэтому как-то оно все назад возвращается. Причем тут военный... Я так понимаю, генерала Залужного, он кадровый военный. Он кадровый военный. Он достиг высшего, высшей воинского звания и высшей должности. Он самый большой, самый главный военный человек в стране. Когда курсант поступает в военное училище, всегда поступает и думает, о, буду полковником, если повезет генералам. А он стал не только генералом, он стал еще, занял высшую должность военной иерархии. Это мечта любого курсанта, любого военного, кадрового военного. И что еще, идти в это дерьмо, в эту политику. Вот вы меня, знаете, вот я, меня как всегда ждал войны, и сейчас спрашивают, а вот вас куда-то будут, если предложат куда-то, вы пойдете, в руне не пойду. А почему? Потому что не пойду. Во-первых, я знаю уровень своей компетентности и некомпетентности. Во-вторых, я прекрасно знаю, где я могу что-то сделать, а где я не могу что-то сделать. И третье, самое главное, я никогда не допущу, что если я приду там, где ничего не понимаю, и подчиненные будут надо мной смеяться. Это мне не позволит моя офицерская честь. К большому сожалению от политиков, которому все равно, что зверой сфермой управлять, что ЖЭКом, что министром становится. Мы с министра сняли, побыл там чуть-чуть 6 месяцев. Раз уголовное дело, уже там, как его, застава, а он уже в другом месте. С ним все равно. То есть люди, вообще не имеющие никакого, не только жизненного опыта, но и не очень понимающие, не ценящие себя как человек, кредитная история. А военные, это совершенно другие люди. За нами есть кредит, то есть военная история, кредитная история. За нами опыт, авторитет, знания. За нами подчиненные, с кем мы служили. И уважение этих подчиненных, уважение начальников, кто у тебя был. Поэтому, знаете, вот военные, военная среда, военная элита. Вот сейчас у нас началась, наконец-то началась образовываться военная элита. Не было у нас военной элиты. Олег Иванович, вы правы, но я хочу сказать вам, что вы как-то идеалистически смотрите на картину сегодняшнего дня в Украине. Вы посмотрите, каких чертей назначают на определенные важные посты. Вы посмотрите, какие они космической глупости делают заявления. Ну, что там смотреть и далеко ходить. Вот есть такая Оксана Желнович, это министр социальной политики. Ее там коллежанка Третьякова, это глава профильного комитета, вообще прославилась идиотскими фашистскими заявлениями. Ну, простите, уж так говорю. Но она там рассказывала о качестве детей, какую-то хрень несла, и никакой ответственности за это не было. Желнович говорит о том, что в Украине нужно полностью изменить систему социальных выплат, вывести украинцев в нужные зоны комфорта. Я когда это читаю, и когда я вот над этим задумываюсь, я не понимаю, по какому принципу подбирают туда этих людей. Наверное, самое важное, это процесс лояльности. А какой там профессионализм, какие там успешные кейсы и так далее. И это меня пугает и настораживает. Я не хочу жить в такой стране, где группа идиотов лояльных принимает какие-то глупые решения, и от этого страдает все общество. Более того, в военное время ничего изменить нельзя, потому что законодательно за это можно нести ответственность. Разве что только критикую. Так я же говорю про военную элиту. А про гражданскую, про гражданскую я с вами точно согласен. Я про военных говорю, про военных. Но я в принципе говорю, а вот что касается военных, согласен с вами, да, сейчас происходит кристаллизация. То есть на самом деле заложный, имея за собой определенный опыт, может пойти играть в большую политику. И очевидно, что он может стать конкурентом Зеленскому. Владимир Александрович или его окружение это понимает и начинает копать? Вы меня перебили, а я же иду дальше. Военная элита. Что это подразумевает? Во всех государствах, во всех государствах. Армия, вооруженная армия, армия, флот, МВС. Мы говорим вооруженные силы. Это является элитой, это образующая система, на основании которой стоит государство. Так вот, по примеру, я всегда-всегда привожу пример Азербайджана. 30 лет назад проиграли в войне, проиграли. После этого Гидар Алиев пришел к власти, потом восстановил, то есть систему. Потом Ильхарм Алиев, который создал элиту страны. В том числе сначала военная элита была создана, потом элита спецслужб, а потом элита политическая. В итоге выкинули элиту, компрадорскую элиту выкинули, олигархическую выкинули. Осталась только одна национальная элита. И через 30 лет они решили задачу постановления церкви, где-то территориальности страны. Вот это как пример, что такое национальная элита. Так вот, а у нас, к большому сожалению, у нас сейчас компрадорская элита, олигархическая. Олигархическая может еще есть или нет, но в принципе есть определенные элементы. А компрадорская, вот вы назваете фамилию, это из компрадоров. Поэтому, знаете, как вот я сегодня послушал одного умного человека, Костя Бондаренко. Он давал комментарии, и я для себя открыл очень важную вещь. Он сказал, что мы сейчас ведем войну, российско-украинскую войну против русских. А потом будет еще война за независимость, за независимость страны. Вот это будет война. То есть мы в итоге Гэтвид Москвы ушли, а перешли в другую сторону, залежность Вашингтона, Лондона. А мы строили страну в 91-м год, это независимая страна, независимость. Вот еще следующее нас ожидает, этап. Я не говорю, что война, но мы будем бороться за независимость. Это будет самая серьезная борьба для того, чтобы восстановить Украину, для того, чтобы она стала независимой. Для этого в 91-м году народ проголосовал, и все офицеры, все офицеры, украинцы, которые служили на больших территориях бывшего Советского Союза, мы вернулись сюда для того, чтобы строить независимую Украину. Поэтому ожидает, после окончания войны, ожидает другой этап, политический. Вот политический, для того, чтобы освободиться от тех людей, примеры которого Вы приводили. А их там, к большому сожалению, очень много. Согласен с Вами, но то, что мы созерцаем сегодня, это есть предмет нашего обсуждения. Я хотел бы все-таки закончить ситуацию вокруг Залужного и его коллег по военному кабинету, и хотел бы внести некоторую ясность. Дело в том, чтобы у многих, кто смотрит этот эфир, не было никаких соблазнов думать иначе, что там в чем-то замешан Залужный. Сразу оговорюсь и скажу, что пока у главкома нет процессуального статуса в этом расследовании, но это совсем ничего не означает, он может появиться. Потому что вот эта политическая составляющая, которая Вы говорите, она в последнее время стала очень сильно превалировать. Но будем следить за развитием событий. А теперь давайте вернемся к той истории, которой я хотел бы оставить ударение. Значит, Селенский был в США. Честно говоря, многие эксперты в Украине говорят о том, что конкретных, кроме общих вопросов, как бы ничего не было решено. То есть в плане конкретизации помощи военной, финансовой, я не знаю, там, тот же самый тех ракет Атакамс. А я напомню, что, например, Германия, как обычно, ждет до реакции США, если тебе позволят давать свои ракеты, то они нам дадут также Таурус. Но это взаимосвязанные вещи. Я могу продолжать эту цепочку, имеет ли это смысл. Но скажите, вот Вы, как военный эксперт, Вы считаете, что это был позитивный визит? Он решил какие-то конкретные задачи для Украины в военной сфере? Ну, посмотрим, какую номенклатуру вооружения мы получим. Дело в том, что вот те ракеты, тактический армейский комплекс, да, Атамс, Аатакмс, да, он сам по себе, он предназначен для решения задач на поле боя. Дело в том, что уже прошла информация, что там будет ни голова, ни моноблочная, а кассетная, кассетная именно составляющая. А для чего она предназначена? Для нанесения ударов, в основном, по аэродромам противника, для того, чтобы их отогнать от границ и чтобы не было господства воздуха. Это не на эту, не на летнюю военную кампанию 23-го года, а это вооружение на возможную зимнюю военную кампанию 24-го года, или весеннюю, или летнюю, которую сейчас ведется, будут вестись в соответствующую планету. Поэтому маленькая справка. Вооруженные силы, то есть все вооруженные силы во всех странах мира воюют только по документам. Вот утвердили план на летнюю военную кампанию 23-го года, утвердили, подписали, там есть пояснительная записка, там все написано, что необходимо сделать, в том числе материальное и техническое обеспечение и тому подобное. Вот войска ведут соответствующие, то есть ведут боевые действия. Там есть тактические, там сроки, что необходимо сделать, и какому сроку, когда тактические, когда первая линия полосы обороны должна быть прорвана, потом выйти на оперативный простор, потом освобождение, стратегическая цель. Там все написано и по срокам. Ну так произошло, что произошло, что данный план по срокам не выполнен. Поэтому сейчас Генеральный штаб уже начинает готовить, главное, оперативное управление Генерального штаба начинает готовить, я думаю, новый план на зимнюю кампанию. Мы посмотрим, какой. Но реальное, что я сейчас вижу, что война будет нисколько наземная, вот на той линии боевого сопротивления, да, она будет в тактическом плане, может даже в оперативном, но стратегической цели особо ставится не будет. Почему? Потому что нет этого вооружения, которое есть. Но война будет, перейдет в ракетную войну, так называемую, ракетную войну. Это нанесение ударов по, так называемой, длинной руках, нанесение ударов по аэродромам, я уже сказал, по командным пунктам, по линиям снабжения, по боекомплекту, а также по решению задач, связанные с Автономной Республикой Крым. Война будет разделена на две части. Сухопутную, то, что сейчас происходит, сухопутную. И за эту часть, извините, по моему субъективному мнению, я могу ошибаться или нет, но ошибаюсь я очень редко, отвечает, то есть планируют ее Соединенные Штаты Америки, советники Соединенных Штатов Америки. А все, что связано с Автономной Республикой Крым, ее выполняют повитерные силы вместе с силами спецоперации и Главным Управлением Разведкой. То есть это они, советники Британии, оказывают помощь, потому что британцы сильны в силах спецоперации и проведения такого рода мероприятий и операций. О Британии вообще, с учетом того, что она находится на островах, сухопутная составляющая там где-то 60 или 70 тысяч, это чтобы понятно было 6 дивизий, да и то. Они же если челленджеры списали, у них танки там осталось, там может быть батальон уже два, они им не нужны. А вот силы спецоперации раз, и флот очень сильный. Поэтому я делаю вывод, что вот это все планирование по Севастополю, делаю, помогают они. Американцы дают вооружение, связанное с линией боевого соприкосновения. Вот оно произойдет в разделении, и посмотрим, что дальше будет. Ну, реально, то номерклатуру, что нам дают, ну, она будет направлена на инженерное разграждение мирных полей, ну, и решение задач, связанных с тактическим продвижением, а уже на оперативно-тактический, не говоря уже оперативно-стратегический, я что-то не вижу, что нам такое количество вооружения не дают. 10 танков, то есть это рота, по-нашему роту, это рота. Рота у американцев и у бундесвера 14 танков, а у нас 10. Поэтому оно вообще не только не решает задачи на тактическом театре, оно вообще не решает вообще никакие задачи, это будет использовано как вооружение для стрельбы из закрытых позиций, потому что танки сейчас не используются в танковых боях, а используются как самоходные, как САУ. Пришли, выстрелили для того, чтобы уберечь ровдинные стволы артиллерии, ствольной артиллерии и ствольной артиллерии. Олег Иванович, дело в том, что вот я говорил о скептицизме некоторых аналитиков, которые считают не совсем удачным, да, этот визит для Зеленского, в плане для Украины, все-таки глава нашей страны. Так вот, я считаю, что некоторые, конечно, продвижки серьезные произошли. А вы знаете, что уже там больше года мы говорим об Абрамсах, было сказано после встречи с Байденом, что в следующей неделе они у нас появятся. Ну, я хотел бы на этом сосредоточиться, потому что, напомню, вместе с Зеленским в США находился и Буданов. Он дал очень одному серьезному военному изданию Warzone интервью, и там некоторые основные моменты. Я хотел, чтобы мы обратили внимание. Но вот он говорит, что бронетехника, оказывается, в этой войне не играет особой роли, то есть ключевой. И понятно почему. Потому что они могут быть поражены там минами, дронами, турами и так далее. Основную роль играет эта артиллерия и, соответственно, пешие атаки. Что касается бронетехники, то она используется только в вспомогательных целях. И сказал, что даже Абрамсы, если их использовать в общевой войсковом бою, долго не проживут. Поэтому он считает, что при нынешнем стиле ведения войны Россия получит определенное преимущество. Он как-то изменил свою риторику. В Украине он говорит иначе, а там он как бы заявляет достаточно контроверсийный. Ну, кто-то называет это правдой, кто-то нет. Но, в общем, думает вот так. Чем это объяснить и говорит ли он правду, по вашему мнению? Ну, во-первых, такого рода уровень военачальника, каждое условие должно нести информационную нагрузку и должно быть достоверным. А когда, получается, говорит одно, потом другое, третье, а сейчас, вот вы правильно, вот я, что вы перечислили, я читал это интервью, в принципе, я большинство там с ним во всем согласен. А то, что он раньше говорил, были очень большие вопросы. Так вот, такого рода человек, то есть военачальник, он должен всегда, вся информация должна быть достоверной, важной, относимой, полной и своевременной. Но если он, конечно, не лепит Горбатого, то есть не запускает дезинформацию. Это вы журналист можете так говорить. Я так, может, и думаю, но не говорю. Потому что я совершенно, у меня другой статус. Это первое. Второе. Действительно, передадут нам ракеты или нет, тут зависит от количества. Если передадут определенную, определенную часть, то, ну, некоторую, небольшую часть, это будет означать, что ведение боевых действий на сухопутном театре будет, перейдет из активной зоны ведения боевых действий, перейдет в среднюю интенсивность, а потом, может быть, в низкую интенсивность. По большому счету они замораживаться не будут, но таких интенсивных боев в зимний период, я думаю, не будет. Именно на оперативном просторе. Есть тактический, если будет на отдельных участках, вот сейчас Работино, вербовое Работино, это тактический театр военных действий, там активные боевые действия, Бахмут, то же самое. А если бы все на Южном фронте, начиная от Херсона до Углидара, это оперативная составляющая, я просто зрителям объясняю, что это имеется в виду. А если до Купинска, весь линия фронта, это стратегическая составляющая. Чтобы мы определили дефиницию, а то я говорю, а некоторые не понимают, думают, что он там, как это говорит, несет Горбатого и лепит Горбатого, и вообще ничего не понимает. Поэтому на определенных участках будет активность, но на больших участках, на оперативных, будет конфликт, то есть именно перейдет в низкую интенсивность или в среднюю интенсивность. Это связано, вот это как разведпризнак по ракетам, в том числе по боевой и военной технике, а также по танкам, потому что и артиллерии, если признак, есть такой разведпризнак, как только куда-то переходит бригада, две бригады, три бригады, артиллерийские бригады, значит, жди на этом участке соответствующих наступательных действий. Есть такое понятие огневой вал, огневой вал, вот сейчас, в принципе, используется, вот россияне используют огневой вал, понятие такое, когда выстреливают в сутки где-то 28-30 тысяч снарядов в сутки. Мы, кстати, в районе Работино, мы снарядов не жалеем, и они говорят, что действительно сейчас идут, снарядов не жалеют, и артиллеристы работают очень высочно и высокопрофессионально. Это когда против них валят, это говорит об очень высоком профессионализме наших военнослужащих. Так вот, вывод простой. Все решится в ноябре, середина декабря. Куда пойдет? Опять же, решится именно на верхах, в верхах. Не зряешь президент Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он мне там фразу сказал, что ведутся какие-то переговоры. Он ведь сказал об этом? Сказал. Переговоры ведутся и Кремль, и Лондон, и Кремль, и Вашингтон, и Эр-Виад, и Стамбул, и тому подобное. Ведутся переговоры, а конкретно очень активничают страны глобального юга. Поэтому, что будет в ноябре, декабре, покажет. Поэтому ситуация такая, когда будет политическое принято решение, или экскалационные составляющие, тогда Генеральные штабы начинают писать планы на зимнюю военную кампанию. Если пойдет по деэскалационной составляющей, будет опять же планы писать, но без всяких наступательных действий. И последнее очень важное. С учетом тех разведпризнаков, которые я вижу, как и на севере в районе Купинска, а также на юге, противник готовится к контрудару. Готовится. Потому что сосредоточивает большое количество и артбригад, а также большое количество танковых подразделений. Помните, они же снимали танки Т-55, Т-62 с хранения. Наши не очень умные комментаторы смеялись, они скоро 5-3-4 будут снимать. Они же снимали для чего? Во-первых, они снимали для того, чтобы пушки, танковые пушки, использовать для артиллерии. Чтобы экономить ресурс артиллерии, ствольной артиллерии, гаубичной артиллерии. Экономить ресурс. Потому что каждый ствол имеет свой ресурс. 5 тысяч выстрелов. Ну, с учетом того, что в Советском Союзе было тройной ресурс, 10 тысяч. А потом его словно надо выкидывать, новый ставить. Поэтому они старые вот это притащили. Они как его не используют, как передвижную САУ. Потому что танки сами используются, как стреляют из закрытых позиций. Поэтому первая танковая армия, они там уже подготовили на севере. Там порядка тысячи танков. Порядка 100 тысяч личного состава, 5 артиллерийских бригад. Данные это не я говорю, это наш ГУР говорит. Это ж наш ГУР говорит. Поэтому мы туда перебросили сейчас две бригады. Они там активно наступают, две бригады. Сейчас еще пару, то есть определенные подразделения мы туда перебросили. Я имею в виду в район Купенска. И, по крайней мере, стабилизировали фронт. Но они не спешат, они потихоньку идут. Так вот, по всей видимости, из логики военного искусства, как учат на кафедре оперативного искусства, после наступления всегда противник готовит контрудар. Так вот, самое лучшее время, это начало октября. До ноября, месяц. Это самое лучшее время. Поэтому, я так понимаю, наши генералы тоже в академиях учились, они тоже это знают. Поэтому посмотрим, что будет, то есть что будет. Потому что, если они это пропустят, то мы нарастим большое количество вот того вооружения, что мы с вами говорили, в том числе и беспилотников, и ситуация зимой и весной будет совершенно другая. Очевидно. Но я хотел бы уточнить. Вот вы говорите о контрударе, но я напомню, это говорил не Зеленский, а говорил господин Милли, представитель военного блока США. Он сказал о том, что на зиму планируется очередной этап контрнаступления. Или он даже, некоторые СМИ сказали, якобы со слов Милли, новое контрнаступление. Вот что это такое, почему это прозвучало, и почему не от наших военных, а именно от наших партнеров? Ну, контрнаступление кого? Украины. Нет, опять же, я же рассказываю, вы, наверное, пропустили. Еще раз повторяю. Вооруженные силы... Я все ходы записаны, я все прекрасно слушаю и понимаю. Вооруженные силы воюют по документам. Этап закончится. Вот сейчас заканчивается. Все, он заканчивается. Сейчас этап нашего наступления заканчивается. Потом главное оперативное управление, генштабы, начинает готовить новую операцию. Зимнюю операцию. Для этого есть пояснительная записка, в которой написано материальное и техническое обеспечение. Для того, чтобы эту операцию провести, необходимо сколько танков, артиллерии, то подобное. Поэтому генштаб дает заявку Минобороны, Минобороны и выходит на Рамштайн. И Рамштайн нам дает ту ненклатуру, которую мы просим. Вот сейчас ведется вот эта работа, у меров ведет работу, по зиме. Это не сейчас, но по зиме. Но с учетом того, что нам передают, это мизер. Ну, там 100 танков и там что-то, это мизер. Не знаю, что нам, самолеты, самолеты тоже, одна эскадрилья никакой роли не сыграет. Я говорю про, есть понятие, контрнаступление и контрудар. Это две разные вещи. Контрнаступление, это тактическое состояние, тактическое. Это максимум бригада, максимум. А контрудар, это армия, корпус, армия и выше. Оперативное составляющее. Так вот, я рассказывал про контрудар противника в отношении наш на северном направлении. Олег Иванович, я прекрасно это говорю. А генерал Милли говорил про наше, то есть наступление по освобождению оккупированных территорий уже в новом цикле российско-украинской войны, которая будет в зимней военной кампании 24-го года. Доклад закончен. Олег Иванович, согласен. Но если вы говорите о разнице контрудара и контрнаступления, то хочу напомнить, что когда Украина анонсировала и начала контрнаступление, она не делала это где-то в каком-то одном районе или в каком-то одном направлении. Это было три практически направления. На севере, в центре и на юге. Только некоторые из них стали более удачными, другие стали замедлены и менее удачны. Вот в таком контексте я имел в виду контрнаступление Украины, а не где-то в каком-то одном направлении, как только что вы мне сказали. Я хочу уточнить. Дело в том, что согласно, опять же, военной науке, никогда, всегда планируется проведение наступательных действий на нескольких участках. Есть направление главного удара, есть направление распределенного удара, есть направление отвлекающего. Так вот, по всей видимости, направление... То есть, первое направление главного удара было Южный фронт. Согласен. Отвлекающий был Север, Бахмут, Купенск и тому подобное. Отвлекающие удары. Значит, получилось, что временский выступ не прошло, там что-то не пошло, так мачка. А вот по Работино прошло, потому что, по всей видимости, смена командующего 58-й армии, генерала Попова, во время, после Пригожинского бунта, вот оказала воздействие на войска, и 58-я армия, то есть, а конкретно 42-я дивизия, входящая в 58-ю армию, дала слабину. Поэтому мы этим воспользуем. А сейчас, реально, идут два удара. Первый удар на Южном фронте, второй удар идет Бахмут. Но Бахмут, это больше как второстепенный удар, связанный к тому, чтобы противник не перебросил оттуда резервы на Юг. На Юг для того, чтобы укрепить свои оборонные позиции. Так же самое и противник делает, настой делает, оно же не только не обороняет, они еще и контур наступают, делают все возможное, чтобы мы не перебросили с Севера или с Бахмута свои войска, оперативные, стратегические резервы, для того, чтобы насытить этот район войсками и нанести более жесткий, более концентрированный удар. Это идет война генеральных штабов, война мыслей, война генералов, этих братьев, в большом оперативном искусстве. Вернемся к Буданову. Он сделал очень много интересных заявлений, хотел бы услышать ваши комментарии. Ну, значит, самое интересное, мне кажется, он, кстати, вы вспомнили о Фагнере и о, соответственно, якобы погибшем Пригожине. Буданов сказал, что нет никаких, по его мнению, подтверждений смерти куратора ЧВК. Ну, это тема для раздумок. Ну, а все же, вот он говорит, борьба с российской авиацией это очень затратное и очень неэффективное дело, потому что тратится очень много ракет, дорогостоящих, систем ПВО и так далее. Поэтому лучше это все уничтожать на земле, на аэродромах. Поэтому нужны ракеты с большой дальностью. Это факт. При этом он говорит, значит, ракета Атакамс, которая предлагает, ну, в смысле, которая, возможно, получит Украина в ближайшее время от наших партнеров в США, они не решат никаких, как бы, стратегически важных вопросов. Если их будет больше, то есть несколько сотен, тогда это будет иметь смысл. Далее он говорит о том, что на самом деле, если ракеты «Нептун», которыми Украина, вот сейчас такует Крым, они будут тоже в большем количестве, ракеты, как бы, сейчас в процессе совершенствования и так далее, то есть Украина работает в этом направлении, это тоже может изменить ситуацию. Но есть проблема в количестве имеющихся, то есть нужно просто ждать какой-то промежуток времени. За это время Россия может отреагировать, потому что имеет потенциал. Что вы по этому поводу скажете? Ну, я уже комментировал по ракетам, этой средней дальней, оперативно-такийским ракетам, для чего они нужны и какие удары они наносят. Нет, нет, но сам факт, что если США дадут, они же не дадут их 500-700 штук, они дадут там 30-40 ракет. Но с другой стороны, они нам нужны. А почему Буданов так реагирует? Говорит, что даже 100 ничего не решат. Ну, это странная какая-то линия поведения. Вот это мне непонятно. Ну, во-первых, у них и самих, я вот точно не помню, я могу, точно я могу ошибиться, но в порядке не ошибусь. Там у них где-то 2 или 3 тысячи этих ракет. А с учетом того, что построена сама система боевых готовностей, там штаты не перейдут, если не перейдут больше, уровень боевой готовности понизится. Поэтому командиры, опять же, по стандартам НАТО, скажут, мы эти ракеты не передадим. Никакого телефона вправа у них нет. Это первое. Поэтому они передают то, что есть. Именно то количество, которое, возможно, является устаревшим. У этих ракет есть 2 М39, если мне память не изменяет. Там есть 2 модификации. М39, М39, М1. Так вот, эта М39, старая ракета, где-то 160 километров, у нее круговое вероятное отклонение, там где-то 2 метра в 100 или 200. То есть это 500 килограмм боеголовка. Ну, в принципе, толку от нее никакого. А вот у второй ракеты, которая уже инерциальная система наведения, там более связанная с GPS, поэтому она более точная, и она несет кассетные боезаряды, там 60 шарики такие, по 600 грамм их, 950 штук в одной голове. Эти сами спаси ракеты невысокточные и предназначены для уничтожения авиации на аэродромах противника. Но нам их, опять же, дадут или нет, даже если дадут, то они решающего влияния на поле боя, на ведение боевых действий, не сыграют. Не сыграют. Почему? Потому что противник после применения одного, ну, применения одной ракеты, они сразу же свои самолеты отведут на более дальние расстояния. Отведут и все. И поэтому никакого толку, ну, может быть, один аэродром там, как только разведка узнает, что к нам они пришли, они сразу же и уберут. Второе. Ракета, не ракеты Р-360, не Тун, были поражен штаб Черноморского. Командный пункт, да, там, по-моему, Storm Shadow, да, были ракеты? Дело в том, что сама по себе наша ракета, она, она видна ее, она радиолокатором ее видна, хотя она будет и быстро, но ее видна. А вот английская и французская, она более-менее невидима. Но мне возникает всегда вопрос, если у нее голова 50-500 килограмм, а прилетело две ракеты, вы представляете, что такое тысяча килограмм, тысяча килограмм, три нитра Тарула, там бы не то, что здание осталось бы, там вообще бы, там воронка была бы, метров пятьдесят в глубину. Так что вы предполагаете, что это были другие ракеты, если там... Нет, я полагаю, что голова была намного меньше. То есть головная часть сама по себе была не 500 килограмм, ну и второй ракеты 500 килограмм, а была намного меньше. Это первое. И второе. Этот удар был не показательным. Это мы сейчас проводим так называемую стратегию сдерживания и возмездия. То есть показали противнику, что если он будет применять удары по энергосистеме Украины, то у нас есть, как помните, у нас... Точечное оружие, которое поможет... Револьверы у нас тоже найдутся. Да, да, да. Высокоточное оружие, которое уже будет более... То есть головой 500 килограмм, которое может уничтожить и прилететь туда, где ваша система ПО уже не сможет сбить. И третье очень важное. Опять же, возвращаясь, я об этом говорил. Война, то есть ракетная война с Российской Федерацией на территории Автономной Республики Крым, она будет набирать свои обороты, но у нас есть окно где-то месяц-два. Почему? Потому что на начале где-то недели две, три назад были уничтожены системы ПО на Западе Автономной Республики Крым, значит, выведены из строя там или С-300, там, буковками, или там, и 350, или 400, я не ПО, я тебе не скажу, что будет. И вот мы нашли как раз, вывели и нашли дырку, и в эту дырку зашли соответствующие ракеты, но при этом сама система, то есть сама операция была организована на высочайшем уровне. Это реально высочайший уровень, я так думаю, эту операцию будут изучать во всех академиях всех стран мира, генерального штаба, о том, как надо проводить на отличные воздушные операции. При этом операция была в две волны, первая волна, которая заставила разгрузиться, то есть выстрелять в систему ПВО, которая есть, вы бы она постреляли, но сами британские и французские ракеты, они дозвуковые, они летят, они невидимы, но летят они медленно, если их самолетом, если бы боевое дежурство, они бы их подбивали. Но разгрузили систему ПВО, а потом зашли уже эти ракеты, которые нанесли удар. То есть и разведка хорошо проработала, и агентура, и агентурная разведка хорошо проработала, и разведка воздушная, и космическая, и представьте, на нашей самолете, которая Су-24, это самолет бывшего Советского Союза, мы прикрепили ракеты НАТО, то есть ракеты пятого поколения, то есть это симбиоз старого и нового, а наши инженеры смогли это сделать, и так же само завести в систему боевого управления и тому подобное. Это, я же говорю, это серьезный успех, и те, кто это провел, я так думаю, достойны государственных наград, повышения в должностях, воинских званиях, и это будет, опять же, изучаться на кафедрах военных наук в разделе воздушные войны. Да, действительно, операция была уникальна, но я хотел бы вот вернуться все-таки к другим операциям, которые были сорваны, помните, у нас были тоже проблемы с Старлинком, я помню, что для ВСУ это была даже катастрофа, помню, что военные украинские обвиняли Илона Маска в том, что он там что-то отключает, но Илон Маск сказал, что якобы там она этой системой не работала, и вот в этом американском интервью Вуданов четко сказал, что без интернета Старлинк от Илона Маска в общем-то была бы действительно серьезная проблема, и он подтвердил, что Маск отключал эту услугу, она ранее работала, и он это сделал умышленно. Это меня наводит на размышления, видать, сразу же, понимая, что Вуданов может это озвучить, буквально за несколько дней контроль над Старлинком Илон Маск отдал Пентагону. Возможно, он и правильно поступил, иначе была бы серьезная его политическая заангажированность. Как вам кажется, вот в этой сфере это все было сделано специально, ну то есть, как я говорю, умышленно, или это какое-то недоразумение одного бизнесмена, да, и американского Пентагона в целом? Я на эту проблему смотрю по-другому. Я не зря говорю ноябрь-декабрь, точка бифуркации, или эскалация, или эскалация. Если пойдет, в России победит партия войны, то есть, те, кто на объявление войны, перевод всем на мобилизацию, военные ресурсы, то сразу же начнется война в космосе. Россия за этот год вывела больше спутников-инспекторов, чем за все предыдущие годы. Спутник-инспектор — это спутник-убийца. Поэтому, если пойдет по эскалационной составляющей, война перейдет в космос, эти спутники, эти инспекторы начнут сбивать то, что вы говорите, что повесил американские спутники. Война перейдет в космос. И тогда Соединенные Штаты Америки потеряют свою силу конкретно в высокоточной космической системе связи, конкретной стране. А почему вы так думаете? На самом деле, что я знаю, лишь только Илона Маска около 200 спутников летает, которые обеспечивают, я так понимаю, телекоммуникационную историю и информационные нюансы. Я уже не говорю о военных спутниках Соединенных Штатов Америки, которых до хрена. И более того, очень много разных спутников, которые являются просто космическим мусором, а служил в свой срок. То есть я думаю, что... Давайте не ведомим. Есть определенные спутники у американцев, Кихо, Феррер. Это еще, когда я был лейтенантом, они летали. Так до сих пор они там летали. Поэтому я... То, что у Маска, да, вот теоретом новые спутники. Но для них, я сказал, были выведены спутники-инспекторат. Для того, чтобы решать вопросы. Что вы думаете, Генштаб и Кремль потерпят, чтобы и дальше американцы наносили удар по нему так высокоточным оружием? Они потерпят. Я говорю, если переведут в эскалационную составляющую, перевод России на военное положение и перевод ВПК на военное положение, объявление войны. Я же про это говорю. Но в любом... Насколько сейчас видно, Путин не собирается это делать. Он хочет... Что не собирается? Уже было даже официальное заявление от Рогозина и его компании о том, что они занимаются созданием военных спутников, которые будут запускаться. Я не про спутники. Я говорю про перевод России на военное положение. А, вы понимаете? Путин ведет СВО, как они говорят, СВО. А другие пригожины компании, которые хотели, они хотели перевести Россию на военное положение, войну объявить, войну и привести в действие все конвенциальное оружие. В том числе включить, передать ключи для тактического ядерного оружия и стратегического в том числе. Я про это говорю. А вы про кого-то Рогозина? Кто такой этот Рогозин? Кто он там бегал? Как какой-то журналист. Еще раз повторяю. Если еще, если пойдет по такому пути и дальше будут наноситься удары и вот и объявляли, и вот вы спрашивали о том, что Старлинки будут нести угрозу для Российской Федерации, они переведут войну в космос, для чего они сейчас на новой земле шурфы копают? На новой земле для чего они дырки делают и ядерные заряды туда вставляют? Для чего испытания будут проводить под землю? Просто так, что ли? Слушаю вас ответ. Так вот, это все идет к тому, к тому, о чем я говорю. Не дай Бог, если это будет дальше продолжаться, то, знаете, как это вылетело из головы, часы судного дня чикагские ученые переведут сейчас 30 секунд до Армагеддона, когда взорвется все, они переведут на 15 секунд, а потом, может, на 10. Мусомер подходит к ядерному акропролитису. Я вот про что говорю. Да, я понимаю вас прекрасно, о чем вы говорите в плане приближения судного дня, но я думаю, что роль человечества наверное в том и состоит, что вы в конце концов каким-то образом самосохраниться и мне кажется, что эта ситуация должна победить здравый смысл. Пока что он не на виду по определению амбиций некоторых политиков. Ну, это отдельная тема для отдельного разговора. Но мне еще есть один вопрос, который хотел бы, чтобы вы ответили. Вот американский сенатор Линдси Грэм, помните, такой приезжал к нам, он вечно нам дает указания или какие-то странные просьбы, он там говорил о том, что Украина должна провести выборы, и тут он заявил о том, что, значит, война в Украине это хорошая инвестиция для Америки. Он сказал, что Украина это партнеры, о котором США должны были только мечтать, они готовы воевать, им просто нужна наша экономическая военная поддержка, мы уничтожаем российскую армию, это он говорит об американцах, не теряя ни одного солдата. Он несколько раз даже повторил эту фразу. Скажите, пожалуйста, как к этому относиться? Вот как вы это понимаете, и как вы это можете откомментировать? Ну, во-первых, уничтожают российскую армию, такой рекомендационный ресурс. Они набрали, сейчас две армии создали, две армии сейчас создали, номера мне что-то вылетело из головы в Южном военном округе и в Восточном военном округе. Сейчас они подвели сюда, к нам, вот это стратегический резерв. А чем мы говорим, о возможном контрударе. Еще создают армии, у них инвестиционный ресурс. Второе, значит, я так понимаю, этот сенатор официально заявил, что Соединенные Штаты Америки воюют с Россией. Так? Ну, из его слов, это так и выглядит. Украина. Нет, но у нас, оказывается, это уголовная ответственность, попробуй такой, скажи, а он заявляет. Может, тогда его внесем, как на него уголовное дело. Типа, миротворец. У нас российско-украинская война, а тут оказывается война между штатами России с помощью Украины. Я так, я что-то правильно понимаю или нет? Вы абсолютно правильно говорите. Он что-то сказал в интервью, в том числе, «Голосу Америки». Я читал это все и думаю, интересный дядечка какой, смешной какой-то. поэтому война, российско-украинская война, потом перейдет, когда закончится, будет война за незалежность. Вот она, незалежность. Незалежность, не от кого-то все, а от Москвы зависели, сейчас он от тех зависим, от тех. Государство должно незалежно быть. Зависит, пример, Турция, яркий пример, отличный, незалежный. Пример, Азербайджан, яркий пример. Польша, яркий пример. С кого надо брать? Это те, с кого мы можем. Польша, вот наш сосед, и то чуть ли не поссорились с соседом, который нам стратегически помогает. Это ж надо бы, за какой, ну ладно, это отдельная тема, и тому подобное. Поэтому, странные заявления, я сейчас, видите, даже российская пропаганда на это внимание не обращает. Они же всегда подхватывали такое. Они даже внимания не обратили, потому что дедушка что-то странное сказал, вот лучше бы молчал. Не знаю, что говорить, лучше молчать. Олег Иванович, я бы тоже, может быть, игнорировал бы эту всю херню, но на самом деле это он делал по факту проведения визита Зеленского в США, и вы же знаете, что группа сенаторов, которые, и конгрессменов, которые активно там пиарятся на взаимодействии с Украиной, они своего не упустят. Поэтому я думаю, что он попытался что-то изречь умное, а оказалось то, что как бы действительно бьет по самолюбию Украины в первую очередь. Но с другой стороны, в какой-то степени мы все понимаем, что в этом тоже есть какой-то элемент правды, потому что мы уже очень зависим от наших западных партнеров, но те страны, о которых вы говорили, не вышли на новый уровень, потому что подняли экономическое благосостояние. А когда люди понимают, что есть работа, есть какой-то плюс и какие-то экономические преференции, они в первую очередь беспокоятся о том, как живут, в каких условиях находятся. А если страна бедная, ну давайте будем откровенны, да, они живут, бедняки по принципу, лишь бы меня не трогали. Они там наверху знают, как решить наши вопросы. И это приводит к тому, что мы на сегодняшний день имеем. Поэтому это проблема и общества, и, конечно же, постфактная проблема власти. Согласны ли вы со мной? У меня маленькая... Нет, ну в принципе я согласен, тут я чуть-чуть по военному дополню. Дело в том, что когда страна воюет, она набирается опыта. Сейчас реально самые сильные армии в сухопутном театре военных действий это российские и наши. Это мы набрались опыта. И генералы набрались опыта, и старшие офицеры, и младшие солдаты. Мы самая сильная армия в Европе. Реально самая сильная. Полякишный зряч говорит, мы вновь набираем, чтобы стать самой сильной. А пока они ж не воюют, а нас с боевой опытом. И наш противник, Российская Федерация, самая тоже сильная армия. Армия, с университета Америки не вела боевые действия с времен своей гражданской войны на континенте. В основном они вела боевые действия экспедиционными корпусами. Корпус морской пехоты. А еще неизвестно, как они могут воевать на чужой территории. Не то, что высадились, и соответствующее обеспечение. А сейчас уже так не получится. Потому что авианосцы, уже на авианосце есть то, что будут их топить. Есть уже, есть соответствующее вооружение. Два, три, четыре, там, пять калибров потопят их. Это мы только показываем. Говорим, один выпустили, естественно, система Патриот, она берет. Ну и то, у каждой лучшей системы 0,9 всего. 0,9. Из 10 ракет все равно 0,9. Это самое лучшее, если большое количество. Ну, самых лучших. Поэтому все равно надо куда-то прилететь. Тем более, с гиперрусского скорости считайте энергии. МВФ квадрат делить на два. Как она... Ну, знаете, Олег Иванович, я только частично с вами могу согласиться. Знаете, почему? Я могу даже объяснить. Ведь на самом деле, что касается живой силы, да, и коммуникации, да, в каких-то сухоподных компаниях, да, вы правы, я соглашусь с вами. Но что касается украинской, вот этой всей военной ситуации, и вообще в целом российско-украинской войны, то эти же друзья, они же тестируют свое оружие у нас в Украине. То есть они используют нас как полигон. И надо отдать все должное и с пониманием отнести, что такое статус-кво они могут пользоваться. Я понял, я отвечаю. Они какое нам оружие дают? Новое, пятого поколения или четвертого поколения? Они же старое оружие дают. Новое оружие нам дают силы, силам и спецоператам. И по ветеранным силам те ракеты. Остальное, что все старое, старье. Чего его тестировать? Да, силы спецопераций, да. Я же не зря говорил, а, Британия, Британия, акцентирую внимание. А что такое? Силы спецопераций войны не выиграют. Ну, до тех пор, пока нога солдата, пехотинца, сухопутных войск не ступят на землю, территория не освобождена. А даже силы ДРГ, там дошло, походило, это не освобождение территории, только подразделения сухопутных войск. Даже поветренные силы освободили, улетели. Там ведь летчики же не будут ходить под землей, они улетели. А кто туда? Пехота приходит. Так вот, я еще раз говорю, что наращивают силы Российской Федерации. У Китая сильная армия, сильная, но она не воевала. Китайская армия никогда в жизни не воевала. Когда она и воевала? Не было, она не воевала ни разу. У нее нет опыта. Да, мощь, да, все это, но она непонятно, как они в бою поведут себя. Потому что в бою всегда первый бой самый страшный. Все боятся, все боятся, все. Поэтому в первом бою ведут себя по-странному, но это ничего страшного. Как прошел первый бой, все, потом уже называется обкатанный солдат. обкатанный, то есть он опытный солдат. Почему боятся новичков, которые приходят, даже он там сильный, такой важный, а боль начинается, непонятно, как пойдет. А сейчас еще сняли у нас ПВВК психически больные. Представляете, что это такое будет? Да, да. И последний вопрос. Ну, наверное, я должен его задать. Значит, вы знаете, что Буданов очень активно говорил сначала там в нескольких месяцах, потом через 7 месяцев он будет пить кофе там на набережной в Ялте. Это было сказано в свое время. Об этом интервью, о котором мы так серьезно говорили, аналитически его обсудили, он сказал, что в настоящее время трудно прогнозировать окончание войны, поскольку на это влияет очень много факторов, и даже если мы вернемся к нашей наступательной операции, никто не сможет уверенность сказать, как долго она будет продолжаться. То есть он всячески избегал прямого ответа на прямой вопрос, когда, по его мнению, можно говорить о каком-то финальном процессе завершения войны. Это было впервые, чтобы Буданов вот таким вот хитрым образом реагировал на такой вопрос. Обычно он всегда бравировал и даже апеллировал точными, по его мнению, какими-то датами, цифрами и так далее. Ну, первое, я уже об этом говорил, такого рода руководитель за свои слова, он если он говорит, он должен возникать лече. Если он говорит, оно не сбывается, тогда возникает вопрос о том, владеет ли он той достоверной информацией, которая должна владеть этот разведывательный орган. Это второе. И третье. Я, в общем-то, с учетом того, о том, что нашего начальника разведки стратегической, мы знаем, он комментирует больше, чем главком, он телевизионный такой персонаж. Я начал интересоваться, кто является начальниками военных разведок стран мира. Я нашел только в Бундесвере и только в какой-то маленькой статейке. И в Штатах тоже начальник РУМО, разведуправления Министерства обороны. А больше я не нашел. Это самые засекреченные люди. Потому что военная разведка всегда имеет специфические функции. Вот этот Алексеев, который с Пригожиным был, первый замначальника, ну, Пригожин там, Пригожин, когда пришел в штаб военного округа, там генерал-лейтенант сидел, это первый замначальника их грушники, а второй там замминистра обороны. Так вот, это если бы не Пригожин, вообще бы в жизни никто не видел. А начальник их военной разведки я, вроде, никогда и фамилию никогда не встречал. Поэтому, знаете, когда все люди должны заниматься по своему функционалу. Вот все хотят телевизионной славы. А я думаю, самая главная слава это то, что ты на своем месте, свое подразделение, где ты, руководители, выполняешь задания, и награда всегда найдет героя, и подчиненные оценят своего начальника, оценят таким способом, что, когда ты идешь на пенсию, тогда тебя будут встречать, говорить, спасибо большое, не переходить на другую сторону, приглашать, ну, и большим уважением поздравлять с днем рождения. Потому что пенсия наступает. Мы сейчас видим, когда я служил, служил, были одни начальники, а сейчас раз и смотришь, уважаемый он был человек или неуважаемый, а в системе разведки и контрразведки, а тем более, мы сейчас, я же военный контрразведчик, мы все друг друга хорошо знаем, и мы понимаем, что реально происходит. Поэтому всегда профессионализм, патриотизм и самое главное, чтобы человек всегда выполнял то, что он говорит, потому что он должен быть хозяином своего слова. Для этого есть последнее слово, для этого есть и существует, она всегда военная элита. Еще раз повторяю, не гражданская элита, вот это непонятно, какие, которые с гибкими спинами, куда ветер дует, туда он повернул, а военная элита, которая, если он принимает решение, говорит, да, если высшее военно-политическое руководство говорит так-то, а он говорит, нет, согласно законам, таким-то, таким-то, будет так. Кстати, как генерал Милли, вот 48 месяцев у них, вот сейчас 1 октября заканчивается срок. Невозможно снять, если назначили на должность председателя объединенного комитета начальника штуков, 48 месяцев, снять его с должности невозможно, потому что его подготовили, и за то, кто его подготовит, несет за это персональную ответственность. Все, 48 месяцев он ушел на пенсию, а он не то, что у нас, я требую, примите стандарт административный, чтобы невозможно было 3 или 4 года, не, мы будем, а это идет определенное давление, будешь не выполнять наши приказы, мы тебя с должности снимем. поэтому проблем очень много, после военное время надо будет решать столько проблем, в том числе в секторе обороны и безопасности, по реформированию. Согласен с вами, вы знаете, разделяю вашу точку зрения, но по поводу особой публичности, вы знаете, украинская политика настолько своеобразна, что здесь главное находиться на слуху. Если о тебе говорят, как ты себя проявляешь, это уже такое, Марк Твен такой говорил, что, если помните, все, кроме некролога, это все, дурная слава, тоже слава. То есть в любом случае быть на плаву, это означает, что это быть на слуху, соответственно, в любой политический и критический момент для общества, но не для будущих или прошлых там политиков. Это важный момент снова каким-то образом перебраться в другую плоскость политическую. Я даже напомню, что Буданов, насколько я знаю, начал там учиться в одном из университетов на политолога. И понятно почему. Потому что, возможно, мнить себя в дальнейшем украинским политиком. А вы же сами говорили, что на сегодняшний день руководство вооруженных сил Украины они очень рейтинговые ребята. И, соответственно, их ждет также какое-то политическое, возможно, будущее. Спасибо, Олег Иванович. Очень приятно было с вами контактировать. Спасибо, что дали ответы, объяснили. Спасибо, что нашли время. Спасибо вам, уважаемые зрители, что смотрели. Это канал Дикий Лайв. Мой сегодняшний гость это Олег Стариков, военный эксперт. Благодарю. И надеюсь на благословность в будущем. Не теряйте оптимизм. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. Надеюсь, что мы встретимся через небольшой промежуток времени. С большим уважением, Виталий Дикий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok